Все прогрессивные СМИ, а также мыслящие люди этой планеты в эти дни в контексте Башкортостана, конечно же, пытаются понять, что произошло в Баймаке и в Уфе, как будет развиваться ситуация и чем она закончится. Власти поспешили выдвинуть свои версии, видимо, опасаясь того, что люди начнут осмыслять и делать выводы, а также, естественно, власти Башкортостана очень опасаются тех выводов, которые будут сделаны в Кремле. В России властных версий случившегося много, они разнятся в деталях и в масштабах глупости и абсурдности. Если отранжировать версии властных спикеров, то, безусловно, первое место должно достаться депутату Государственной Думы от Республики Башкортостан и Единой России Динару Гельмудинову. Динар Загитович, как настоящий друг и полковник, первым протянул руку помощи тонущему в собственном бессилии Хабирову. Гельмудинов безапелляционно заявил, что события в Баймаке – это не что иное, как происки вражеских прибалтийских разведок. Ну, вот тут со мной злую шутку сыграло мое буйное воображение. Я живо представил себе отборных эстонских шпионов-блондинов, проникающих на территорию мирного Баймака и внедряющих свою зловонную идеологию в сознание безмятежных башкир, которых, собственно, в этом Баймаке 98% населения. Наивные жители Баймака несмотрительно впитывают пагубные идеи и мысли шпионов-блондинов и, не ведая, что творят, отправляются на площадь перед городским судом протестовать против собственного счастья. А пока баймакцы кричат и кидаются снегом в милейших полицейских, коварные блондины встают на лыжи и уходят в метель, держа направление на российско-финскую границу, до которой, собственно, от Баймака рукой подать. Ну, вот такое вот видение посетило меня по вине Динара Загитовича Гельмудинова, согласитесь, это был полный бред. Второе место – это предположение о том, что организатором Баймакского бунта был никто иной, как иноагент Мурзагулов, продавший душу и печень Михаилу Ходорковскому. В этом случае я смеялся немного тише и так и не смог себе представить Ростислава сортом, набитым диким лососем и координирующего по телефону перемещение отрядов бунтовщиков по сугробам Баймака. Ну, нет, на самом деле это не вариант, конечно. Я бы еще понял, если бы Мурзагулов, например, выдвинул идею о том, что башкирский кара-халык – это аналог американского БЛМ – Black Life Matter. Но, увы, это не идея Ростислава, это, собственно, моя идея. На третьем месте, собственно, версия самого Радия Хабирова. Он, недолго думая, назвал всех организаторов беспорядков и их участников предателями, призывающими к партизанской войне. Это была цитата. Ну, как говорится, хватил от страха, так хватил. Собственно, что предали те, кто потребовал отставки Хабирова? Может быть, они предали идею его безупречности? Ну, тут мы уж, наверное, давно поняли, что Радий Фаритович в основном состоит из ошибок и противоречий. Не вариант. Может быть, они предали светлый образ башкирского народа, как народа покорного, пассионарного и согласного со всем, что бы с ним ни делали? Ну да, если так ставить вопрос, то возможно. Но в любом случае на государственную измену эти действия точно не тянут. Ну и на четвертое место можно со скрипом поставить мнение о случившемся пресс-секретаре Путина Дмитрия Пескова, как известно, чаще всего несущего пургу, по словам самого Путина. И Дмитрий Сергеевич заявил, что в республике Башкортостан никаких массовых беспорядков не было, а существует некий локальный конфликт, решение которого прерогатива региональных властей. Это тоже была цитата. В переводе с путинского это означает «ради, срочно все прекрати, а то мы за себя не отвечаем». Так или иначе, власти всех мастей пытаются представить ситуацию так, что сами они ни при чем, а это все эстонские лыжники виноваты. Такое объяснение категорически не устроило население, и оно снова вышло на улицу. Теперь уже в Уфе вчера около тысячи человек, невзирая на морозную погоду и рабочий день, совершили так называемую прогулку протеста с песнями и плясками у памятника Салавату Юлаеву, который стойко стоял на ветру и никак еще не падал в реку. Спасибо дорогому башкирскому герою, что он держится хотя бы в своем медно-бронзовом воплощении. Властями это гуляние было воспринято, видимо, как некая партизанская выходка, и были стянуты неимоверные силы правопорядка. Тех, кто имел на себе флаги Республики Башкортостан или надписи «Кара Халык», немедленно задерживали как распространителей зловредных эстонских идей. Судя по всему, вопреки отчаянному желанию Хабирова и Пескова представить происходящее в ложном свете, события в Республике Башкортостан будут развиваться именно в конфликтном ключе и дальше. И причина вовсе не в эстонских диверсантах. Причина в том, что население Республики Башкортостан реально устало от Хабирова. И по многим причинам устало. Вовсе не только от эпизода с Солчиновым. Причина на самом деле десятки. Это и запредельное воровство в команде Хабирова, и безразличие к нуждам коренного населения. Безобразная ситуация на транспорте, в медицине, в ЖКХ, в образовании. Ну, собственно, выбирайте, какая из этих причин потребовать ухода Хабирова вам подходит. Лично мне подходят все эти причины. Несмотря на то, что по количеству просмотров и приходу подписчиков на наш канал последние дни мы бьем всяческие рекорды, мы не перестаем напоминать вам о том, что наш канал существует исключительно за счет вашей материальной помощи, которую вы можете оказать нашему каналу в том размере, который считаете возможным, перечисляя деньги на расчетный счет, который мы публикуем в каждом нашем выпуске и указываем в описании под каждым нашим видео на нашем канале. В эти непростые дни, как гром среди ясного неба, прозвучала новость об аресте в Красногорске главной пиарщицы Хабирова Елены Прочаковской. Уже известно, что Елена Рында Прочаковская арестована по делу о мелком мошенничестве, в котором ее заподозрили в бытность Хабирова главой Красногорска, а Прочаковская в то время была еще мелким клерком администрации города. И обратите внимание, что свою криминальную карьеру Елена Анатольевна начала сразу же, как только заделалась чиновницей. На месте Хабирова другой бы порядочный человек уже бы провалился под что-нибудь от стыда за свою команду, но Хабиров неплохо держится на плаву, видимо, благодаря специфическому составу своего тела. Он никак не тонет. Однозначно, Прочаковскую мы в республике Башкортостан больше не увидим, но важнее не только то, что красногорские силовики исполнили свой долг. На мой взгляд, башкирским силовикам теперь пора обратить пристальное внимание на сферу деятельности госпожи Прочаковской уже в республике Башкортостан. Я полагаю, что стоило бы тщательно проверить финансы Центра управления регионом и финансы БСТ. Что-то мне подсказывает, что там обнаружится очень много интересного, и суммы, я уверяю вас, будут совершенно иными, не то что в Красногорске. К сожалению, далеко не все дали себе труд разобраться в той ситуации, которая сейчас творится в республике Башкортостан. То, что творится с башкирским протестом, вызвало весьма противоречивую реакцию и отзыв в сознании наших земляков. Очень многим показалось проще истолковать ситуацию в пользу своих зачастую абсурдных убеждений или предположений. Вот, например, доселе никому неизвестный башкирский артист Алтын-Ай Валитов жил себе спокойно, песни напевал, ремонт делал, и, как он выражается, ни в чем не нуждался. Но вскипел вдруг разом возмущенный, как китайский электрочайник у Алтын-Ая, и выдал он в интернетах заявление со слезами на глазах. Если кратко, то во всех бедах современных башкир Алтын-Ай Валитов винит распоясавшийся русский национализм. По крайней мере, вот так я это услышал и понял из его заявления. В связи с чем, хочется задать Алтын-Аю несколько вопросов. Дорогой Алтын-Ай, это какой-то русский националист написал заявление в прокуратуру на Алчинова или все-таки башкир Хабиров написал это заявление? Это русский националист Барданов с русским националистом Кельсинбаевым подвозили тетушек к горе Куштау? Может быть, русский националист Абдрахманов крушил в 2020 году палатки лагеря защитников Куштау? Ну и, наконец, может быть, это истинно русский националист Хамитов поддержал ограничение изучения башкирского языка в средних школах? Алтын-Ай, дорогой, по-моему, ты перекладываешь с больной головы куда-то в сторону. Русские никогда не были врагами башкир, если говорить о нормальных людях. И башкиры, в свою очередь, по моим личным наблюдениям, никогда не страдали идиосинкразией каким-либо народом, в том числе и к русскому народу. Так что, Алтын-Ай, включай срочно голову, Википедию, Свет, посиди и подумай, стоит ли сгоряча бросаться вот настолько тяжелыми и, на мой взгляд, непоправимыми обвинениями. Как всегда бывает в случае, когда происходит что-то очень важное, мнения современников расходятся. Но, насколько бы ни было различных суждений о происходящем сейчас в пространстве, здесь, в Башкирии, насколько бы ни расходились частные мнения, почти все участники дискуссии едины в одном. Чем скорее многонациональный и многострадальный народ Башкортостана избавится от ради Хабирова, тем лучше. Именно это показал наш опрос в телеграм-канале «Открытая политика». Рекордный по количеству участников опрос. Впервые голосовавших было более двух тысяч, а именно на данный момент 2315 человек пожелали высказаться. Абсолютное большинство голосовавших, 89%, хотят и ждут ухода Хабирова из республики. Ну, 11% согласны еще потерпеть, либо находятся у Хабирова на зарплате. И неважно, как и почему Хабиров покинет должность. Там, снимет его Путин, ударит его молнией, или вдруг проснется совесть, ну, что маловероятно, нам точно не нужны больше ни его методы, ни его команда, ни его ошибки. Тут, как говорится, хватит наелись. Ну, а теперь о главном. Может ли ситуация в республике Башкортостан, сложившаяся на данный момент, повлиять на судьбу ради Хабирова? Всем известно, что Владимир Путин никогда не принимает решения по увольнению своих ставленников под давлением. Никогда не избавляется от соратников в процессе их разоблачения или общественной обструкции. Но всегда ли так будет впредь? И будет ли теперь так же в Башкирии? Несмотря на бодрые заявления социологов Кремля о немыслимой поддержке глубинного народа, позиции Владимира Путина с каждым днем все хуже и хуже. И вполне возможно, что в случае с Хабировым может случиться некоторое исключение из правил. Уж слишком, слишком на самом деле контрастно на груди ради Хабирова смотрится татуировка «Я человек Путина». В сложившихся обстоятельствах для Путина, ну это уже скорее минус, а не плюс. И вот это вот излишнее ассоциирование Хабирова с Путиным может сыграть злую шутку с самим Хабировым. В любом случае развязка уже близка, и я полагаю, что счет идет не на месяцы, а на недели. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok